Я хочу представить вам, я надеюсь, будущий цикл мини-тренингов, выступлений, презентаций по общему названию менеджмента «Отлично», по-моему, если никто не воспользуется таким названием, я его пытаюсь застолкнуть за собой. Сегодня в рамках взятого некий первый блин, который, я надеюсь, нашим с вами совместным усилием не получится полом, под названием «Обратная связь. Как все сделать правильно». Для вас работаю Дмитрий Баршанин, штатный сектор управления проектами учебных центров компании «Рексофт». Болой я занимаю эту должность. До этого 12 лет менеджмента опыта разного уровня, от «Тимлида» до менеджера проектной программы в «Рексофтском производстве». В одном из подразделений войти, вообще с 86-го волн, начинал как разработчик, ну и дальше поднялся до таких относительных «добитом ремзлот», как говорится. Вот, сейчас занимаюсь тренинговой деятельностью, отчасти для того, чтобы иметь возможность общаться с гораздо большим, чем было раньше, количеством умных, гардонарных, интересных людей, коим, безусловно, относятся в семье здесь присутствующих, наверняка вы с этим не будете спорить. Чем мы с вами сегодня займёмся? Ну давайте немножко я разогрею. Большинство молчаливых галузеров с тем, что прочитали то, что я не писал в аннотации. Кто-то или не может сказать, что такое обратная связь в отношениях между людьми? Здесь мы не в технике, откуда это привычное пришло. Это психологию, менеджмент куда угодно, а в отношениях между людьми? Критика. Оценка. Оценка. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас мы сейчас в критиках, да? Коллеги, сразу предупреждаю, мы с вами работаем, здесь будем работать в формате мини-трейдинга. Это реальный кусок, я вам покажу, так сказать, реальный кусок трейдинга по аналикации, который я провожу уже по своему времени в рамках своей работы в учебном центре. У нас, так сказать, я надеюсь, что удастся набрать небольшой группу двороводцев, который будет реально показывать вам, как это выглядит на тренинге, и я буду стараться активно увлекать тех, кто не воюет в эту группу, для того, чтобы вам всем тоже было интересно. Но это именно тренинговый формат, а не просто, так сказать, мой рассказ о чем-нибудь, да? Мне уже этот формат неинтересен. Поэтому вытекающиеся на следствие я буду давать обратную связь, в том числе и вам, вообще говоря, всем, кто что-то будет говорить, а тем, кто не будет говорить, например, со всеми не будет говорить, я тоже буду давать, то, что его рода обратную связь, да? Поэтому просьба, я буду стараться, естественно, ее делать в корректной форме, но просьба на нее не обижаться. Мы с вами работаем в движении трейдинга, да? Мы с вами вместе учимся. Учитесь тому, что могу сказать, как я, а я учусь у вас тому, что вы знаете лучше меня. Такие моменты наверняка есть. Поэтому просьба не обижаться. Если какой-то формат принципиально неприемлемый, ну, как-то мне это показывайте, вот как-то, вот так, вот так все, что вас здесь как будто нет. Да, вы просто чисто слушатели, да? Я тогда считаю, что я с вами не могу взаимодействовать в тренировом режиме. Есть сразу желающие выключиться из этого режима. Окей, хорошо. В принципе, обратная связь – это некая форма реакции нас, нашего организма, на внешнюю, внешнюю раздражительность, если так угодно сказать, да? Какая там будет критика, будет это поощрение, будет это похвала или просто какие-то, так сказать, нейтральные слова – это уже конкретная техника. В основе с вами лежит – это некая реакция нас на то, что происходит вокруг нас, да? Когда мы занимаемся этим в нашей обычной жизни, то мы с вами полностью вольны определять, что мы делаем, как мы делаем и т.д. Когда мы с вами находимся в бизнесе, а мы речь идем, естественно, о тренинге в бизнес-тренге, да? Для того, чтобы нам всем было эффективнее работать на, так сказать, там, где мы этим занимаемся, там результативность гораздо важнее, потому что от нее зависит наше отношение с людьми на производстве, в широком смысле этого слова, и вплоть до успешности нашего проекта, взаимодействия с нашим заказчиком и т.д. Уровень ответственности совершенно другой, поэтому право на ошибку мы имеем гораздо меньше, чем там, где мы, так сказать, ну, за ошибки платим исключительно сами. Здесь за наши ошибки часто платят из нашего большого количества людей, вот. Поэтому условно мы с вами потерям обратную связь, вот эту нашу реакцию, так сказать, организма на две части, подкрепляющую или поддерживающую, она служит для подкрепления желаемого поведения, да? То, что в обычной жизни называется похвалой. Вторая, это то, что уже здесь прозвучало в самом начале, да? Корректирующая или дисциплинирующая, как еще и назовем ее называть, она служит для исправления и нежелательного поведения, для того, чтобы что-то поменять в окружающей нас среде, в окружающей нас среде, в тех людей, которые нас окружают. Теперь я делаю вот так. И мы с вами уходим от слайдов. Слайды у нас потом еще будут, но сейчас речь не о них. Мне нужно пять человек из аудитории. У нас с вами будет ролевая игра. Начинаем с этого. В ролевой игре три роли. Менеджер проекта, сотрудник, который будет играть активную роль. И еще три человека. Это проектная команда. Это три сотрудника, которые будут играть чуть менее ключевые роли в этом мероприятии. Потом эта пятерка, уже объединившись, будет заниматься практикой в одной группе. Мы все вместе с вами будем им помогать выполнять некоторые задания, которые у нас будут опять-таки по теме того, о чем мы с вами говорим. Менеджер проекта. Желательно, чтобы это был человек, либо действующий менеджер, руководитель группы менеджеров проекта, либо человек, который хочет им быть, и считает, что ему вот этот навык эффективной обратной связи очень важен и нужен. Мне хотелось бы, чтобы это не был человек, который имеет, ну не знаю, десятилетний опыт менеджмента, потому что это не мастер-класс, это не демонстрация чистой, как все сделать классом, это неплохо. Но мы учимся только тогда, когда мы делаем ошибки. Когда мы делаем ошибки, их анализируем и исправляем. Ошибки можно делать только в безопасной среде. Эти программисты меня поймут, если я назову слово «сэндбокс». «сэндбокс» — это то, что, например, джабберская виртуальная машина, где программа выполняется и не может, но пока нет, в принципе, не декларироваться, не может навредить компьютер. Но мы с вами сейчас находимся в «сэндбоксе». Да, возможно, при этом эмоции, что-то может пойти не очень-очень хорошо, у нас может быть не очень комфортно, но интересное дело здесь не пострадает, а потому что мы в этих безопасных среде сможем что-то научить. Итак, мне нужен менеджер проекта. Мы готовы на трёх сотрудников. Хорошо, но мне нужен, наверное, проект. Давайте. Пожалуйста, посадите. Представьте, пожалуйста, всем. «Сэндбокс Александр, я не знаю, как сейчас мы увидимся за проектом, это будет шанс». Спасибо, Александр. Мне нужен сотрудник. Это должен быть человек, который умеет отстаивать свою правоту. Так и там может быть всё-таки не очень, правда. Прошу вас. Прошу вас ваше место. Как вас зовут? Владимир. 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 Это наши клипы садовы.